Привет! Только что завершилась жеребьевка команд Лиги Европы, определились участники 1-8 финала и я сделал свой традиционный прогноз на тему того, кто выйдет в следующую стадию, четверть финала Лиги Европы и составил экспресс с коэффициентом 13.72. Итак, первая пара, которую я бы хотел разобрать, Латсу, Динамо, Киев. На мой взгляд, здесь явно фаворит Латсу, который в ответной игре против Стява показал свою силу, показал свою мотивацию в этих Еврокубках. Естественно, они хотят побеждать и завоевывают трофей Лиги Европы, поэтому в плане мотивации у Латсу проблем не будет. Киев, на мой взгляд, не так силен, заметно наступает Шахтеру тому же. И немного повезло с тем, что достаточно слабый соперник в 1-16 попался, АЕ, который они прошли, я бы сказал, не без труда. Поэтому все же я считаю, что Латсу пройдет дальше и ставлю на проход римлян. Следующая пара, Атлетика и Локомотив. На мой взгляд, здесь тоже фаворит очевиден. Это Атлетика Мадрид. В принципе, Атлетика является, наверное, главным фаворитом Лиги Европы в этом сезоне. Да, Локомотив неплохо справился с Ницей, показал местами неплохой футбол, но, тем не менее, Атлетика слишком уж много для Локомотива, потому что Атлетика команда более организованная, более сбалансированная и очень тяжело придется Локомотиву в этом противостоянии. Я ставлю на уверенный проход Атлетика. Спортинг Витория, Плазень, наверное, самое неинтересное противостояние, самое противостояние с участием наиболее слабых команд. Ну, здесь спортинг, я думаю, фаворит. Спортинг более опытный еврокубковый боец. Спортинг сильнее по составу. Поэтому, я думаю, что спортинг пройдет дальше. Дальше. Баруси, Рэдбул, Зальцбург. Рэдбул прошел Реал Соседат, не без труда, но все-таки смог это сделать. Баруси тоже, как Соседат, команда результативная, но все-таки уровнем повыше. Поэтому, я думаю, что Баруси пройдет дальше. Баруси прошла Аталанту и, конечно, не без везения. Потому что Аталанта в ответ на матч смотрелась гораздо лучше Баруси. Создала много моментов. Вели 1-0. Это счет им позволял пройти дальше. Создали еще больше моментов и могли упрощить свое преимущество. Но, в итоге, под занавес матча, ошибка Бериши, голокипера Аталанты, провела гол Баруси. На мой взгляд, Баруси не наиграла в ту матч на ничью и на проход. Но, все равно прошла. И в паре с Рэдбулом, я считаю, их явно фаворитом. Марсель, Атлетик. Здесь это такая пара, над которой я больше всего думал, кто же пройдет дальше. Атлетик в целом команда, которая организована и неплохо играет у себя дома. Да, они проиграли Спартаку 0-2. Но, тем не менее, Атлетик имела комфортное преимущество перед ответным матчем. И, конечно, немного расслабленно играл. Плюс, там, Адурис на замене сидел. Ну, и так далее. Но, все же, в этой паре я, наверное, поставлю на Марсель, который идет в чемпионате Франции хорошо. На третьем месте они идут. У них сейчас неплохая форма. Держат одну победу за другой. Ну, и по составу. По составу все-таки более сбалансированный именно Марсель. Марсель, мне кажется, поинтереснее в этом плане. Им придется не так просто в этом противостоянии. Потому что Атлетик тоже мотивирован в Лиге Европы. Но, думаю, что Марсель пройдет дальше. Осталось три пары. Первая – Милан-Арсенал. Здесь ставлю на Арсенал достаточно уверенно. Да, многие сейчас поверили в Милан. Вот он как здорово лудогорец прошел в серии А, начинает выигрывать. Но серьезных соперников у Милана, по факту, особо-то и не было. И свою силу пока что они не могли показать на достойных оппонентах. То есть, с такого уровня команд, как Арсенал, с такими они в последнее время не играли. Я все равно продолжаю утверждать, что у Милана есть проблемы. Милан уязвим. Гатуза – это не топ-тренер вообще, я считаю, не тренер. Поэтому, уверенно, ставлю на более опытный Арсенал. Да, у Арсенала будут, возможно, кадры проблемы в нападении. Или, кажется, скорее всего, не остановятся к этому матчу. Но в плане мотивации Арсенал не уступает Милану. Скорее превосходит. Потому что задача попасть в Лигу Чемпионов через Лигу Европы это будет сделать проще, наверное, в этом сезоне. Поэтому Арсенал будет по максимуму играть против Милана. И будет уставлять другой состав, нежели тот, который он выставил в матч против Эстер Сунда. Азила будет играть, я думаю. Ликозет, скорее всего, нет. Да, проблемы в нападении есть. Уэлбек явно не тянет. Но как-то эту проблему, я думаю, Венгер сможет компенсировать. Вряд ли будет Уэлбек играть в основе. Итак, две пары. ЦСКА ли он? ЦСКА прошел Цервену Звезду. Не без труда, надо сказать. Хотя в ответной игре доминировал. Но все могло закончиться в конце, когда Цервен не реализовал два момента. Леон же прошел достаточно уверенно в Велериала. Уверенная домашняя победа. В гостях Велериал играл, конечно, получше. Были много моментов у них, которые они не реализовали. После этого последовало удаление. Леон в концовке даже выиграл победу. Но Леон сейчас хорошо идет. Даже лучше Марселя в чемпионате Франции. По составу тоже достаточно сильны. Поэтому, я думаю, ЦСКА будет очень тяжело. И я здесь ставлю на проход Леона. И последняя пара. Лейпциг-Зенит. Почему-то букмекеры выставляют фаворитом небольшим Зенита в этом противостоянии. Нет. Я считаю, что Лейпциг-фаворит. Лейпциг прошел Наполи. Да, в ответном матче проиграл. Да, Наполи в первой игре выступал далеко не с самым составом. Но Наполи есть Наполи. И Лейпциг все равно сейчас неплохо смотрится не только в Лиге Европы. Но и в Бундеслиге борется за второе место. Достаточно успешно это делает в последнее время. Лейпциг хорош по составу. Там много интересных молодых футболистов. И я думаю, что Зенит вряд ли пройдет дальше. Он хорошо сыграл этот матч против Селтика. Но в первый матч был откровенно слаб. И я думаю, что в Германии им будет очень тяжело. Но Лейпциг, в принципе, на ходу, в хорошей форме находится. Зенит же только после зимней паузы вышел. И он далек от оптимальной формы. Учитывая, что встреча состоится сравнительно скоро, я считаю фаворитом Лейпцига. И вот если все эти восемь команд пойдут в следующий этап, то, соответственно, мой экспресс зайдет. Коэффициент 13.72 я считаю очень интересным. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, в комментарии предлагайте свои варианты, кто выйдет из тех или иных пар. Ну и переходите мои другие субсиди, Павлю ВКонтакте, канал Телеграм и Инстаграм за дополнительными прогнозами. Ссылки будут в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.